Привет, это Наличное мнение. Сегодня 17 августа, 26-я годовщина дефолта 98-го года. Этот день, включая последовавший за ним кризис, остается одним из ярчайших событий в новейшей истории России. Так что сегодня мы решили поговорить об истории, последствиях и уроках дефолта 98-го года этой родовой травмы путинской экономики и о том, возможен ли в России новый дефолт. Если говорить сухим языком терминов, дефолт — это неспособность заемщика расплатиться по своим долгам. Увы, но для того, чтобы описать финансово-экономический кризис в России летом и осенью 98-го года, этого термина будет недостаточно. Это был полноценный крах всей, пусть корявой и уродливой, но все же кое-как работавшей экономической модели, которая сложилась в России после развала Советского Союза. С конца 95-го года курс рубля удерживался от падения за счет постоянных интервенций Центробанка. Это помогло стабилизировать инфляцию, ведь тогда Россия намного больше, чем сейчас, зависела от импорта. Даже прокормить себя сама не могла, треть продовольствия закупалась за рубежом. А в целом в потребительских товарах на иностранную продукцию приходилось более половины рынка. В такой ситуации прекращение поддержки курса рубля означало бы моментальное возобновление роста цен в магазинах. Так что рубль держали крепко, даже несмотря на нехватку валюты. Но не хватало государству не только долларов, но и своих собственных рублей. Бюджет оставался глубоко дефицитным. Налоги собирались из рук вон плохо, нефть стоила дешево, а провести программы сокращения госрасходов через Госдуму у правительства не получалось из-за того, что большинство в парламенте контролировала оппозиция. Главным образом коммунисты. Разрыв между доходами и расходами правительство в те годы закрывало займами. Самой популярной бумагой на рынке были ГКО — государственные краткосрочные облигации. Срок действия у них был и, правда, короткий — не более одного года. И по ним, в отличие от ОФЗ — облигаций федерального займа, не платились купоны. Минфин просто продавал ГКО дешевле номинала, а выкупал их обратно уже по полной стоимости. В теории власти хотели использовать собранные деньги для инвестиций в производство, которое начнет платить больше налогов, из которых правительство уже будет погашать выпущенные облигации. Вот только доходности по ГКО с самого начала были настолько высокими, что никакая промышленность столько заработать не могла. Да и кто будет в эту промышленность инвестировать, если проще купить у государства облигацию, которая даст тебе несколько десятков процентов годовых? Причем в долларах, ведь курс рубля власти тогда крепко удерживали от ослабления. Для расширения спроса на ГКО и привлечения в страну новой валюты в 1996 году на рынок рублевого госдолга пустили иностранцев. Валюты и правда стало больше. К середине 1997 года резервы Банка России даже превысили 20 миллиардов долларов, но уже вскоре проявилась и негативная сторона этого решения. Азиатский финансовый кризис 1997 года привел к оттоку капитала со всех развивающихся рынков, включая российский. Иностранцы продавали российские бумаги, покупали валюту и выводили ее из страны. Чтобы остановить этот процесс, пришлось предлагать еще большие скидки покупателям новых ГКО, в результате чего доходность вложений в эти бумаги начала стремительно расти. Одновременно ухудшалась и так тяжелая ситуация с доходами бюджета. К осени 1997 цены на нефть ушли в затяжное падение, и денег у властей стало не хватать уже хронически. Вернулась практика задержек зарплат бюджетникам и работникам еще неприватизированных предприятий. При этом покупателям ГКО приходилось платить точно по расписанию. Ведь если пропустишь хоть один платеж, то это уже дефолт. Все попытки правительства сократить расходы или повысить налоги тонули в непримиримой Госдуме. Более того, депутаты сами принимали все больше законов, раздувавших расходы бюджета. Весной президент Ельцин внезапно поменял премьер-министра. Вместо Виктора Черномырдина он назначил на этот пост Сергея Кириенко. Долгие баталии вокруг утверждения его кандидатуры в Госдуме еще больше сместили внимание всей политической системы с экономических проблем, сложность которых к началу лета 98 года оказалась уже неразрешимой. Доходность новых ГКО превысила 100%, то есть их продавали инвесторам дешевле, чем в полцены, но вырученных денег едва хватало только на то, чтобы расплатиться по старым облигациям. Фактически, госдолг превратился в огромную финансовую пирамиду, которая могла стоять только если поток новых вкладчиков продолжает расти. А он падал. Инвесторы продолжали покидать российский рынок. Крупнейшие мировые рейтинговые агентства один за одним снижали свои оценки стабильности российских госфинансов. Еще оставалась надежда на очередной кредит от МВФ. И часть денег даже удалось получить в самом начале августа, но их тут же потратили на удержание рубля от обвала. К середине августа правительству стало очевидно, что денег на погашение очередной порции ГКО в бюджете банально нет. В теории их можно было бы просто напечатать, погасить все ГКО и больше не выпускать новых облигаций. Но это означало бы неминуемый разгон не только инфляции, но и непосильное для оскудневших к тому моменту валютных резервов давление на курс рубля. Этого никак нельзя было допустить, ведь 14 августа сам президент Ельцин по телевизору прямо заявил, что рубль слабеть не будет. Твердо и четко. Будет девальвация или нет? Одна фраза от вас зависит. Не будет. Не будет девальвации. Все, твердо и четко. Твердо и четко. Однако девальвация все же случилась. Вместе с разгоном цен. В общем, все то, чего хотели избежать. В понедельник 17 августа 98 года правительство ЭЦБ выпустили совместным экстренным заявлением. Верхняя граница валютного коридора до конца года была увеличена в полтора раза, то есть была признана возможность 50-процентной девальвации рубля. Российским банкам на 90 дней запретили гасить свои долги перед иностранцами. Ну и главное, замораживались все выплаты по рублевым госбумагам до конца года. То есть де-факто был объявлен дефолт по внутреннему долгу. Явление чрезвычайно редкое в мировой практике, ведь государство всегда может напечатать свою валюту, чтобы погасить долги. Но в России все же на это решились. В тот же день на рынке началась паника. Банки не могли получить свои деньги, чтобы рассчитаться с клиентами. И закрылись. Пластиковые карточки перестали работать. Люди бросились скупать валюту, но в тех обменниках, где она еще была, курс моментально подскочил в три раза до 20 рублей за доллар. В попытке спасти деньги россияне ринулись в магазины. В первую очередь за дорогостоящим импортом. На ажиотажном спросе и обвале рубля цены рванули вверх. Многие импортные товары подорожали вдвое буквально за несколько дней. А в целом по итогам 98 года уровень инфляции достиг 85%. Госдума сразу же потребовала отставки Ельцина. Но тот отделался заменой премьер-министра. 23 августа президент снял с поста Сергея Кириенко, на смену которому лишь в середине сентября был назначен Евгений Примаков. За эти дни вакуум власти и полная неразбериха в правительстве ухудшили и без того суровые последствия дефолта. Банки поразил тяжелейший кризис неплатежей. За год после дефолта около 200 из них потеряли лицензию. Вклады граждан из лопнувших банков переводили в государственный Сбер. Но к тому моменту, когда люди смогли получить свои деньги обратно из-за роста инфляции, купить на них можно было уже намного меньше товаров. Валютные вклады тоже вернули, но по очень невыгодному курсу. Зато те, кто хранил сбережения дома в наличных долларах, внезапно стали намного богаче. В частных воспоминаниях о тех событиях немало историй про то, как люди копили доллары, чтобы купить машину, а в итоге покупали на эти же деньги неплохие квартиры. С предприятиями дело обстояло гораздо хуже. Многие потеряли все деньги, которые хранились на банковских счетах, и им нечем было платить сотрудникам зарплату. Часть бизнеса и вовсе разорилась, в результате чего в стране подскочила безработица. При этом цены на нефть продолжали падать всю осень, достигнув дна падения меньше 10 долларов за баррель лишь к декабрю. Если бы в этот момент кто-нибудь публично заявил, что хуже уже не будет, и этот кризис станет началом быстрого экономического роста, его бы как минимум не поняли. Но именно так и случилось. Новое правительство смогло провести через присмиревшую из-за кризиса Госдуму сбалансированный бюджет. Без раздутых расходов, в том числе и на выплаты по ГКО. Импорт из-за падения рубля стал для людей очень дорогим, что позволило быстро расти внутреннему производству. В стране оставалось еще много незагруженных мощностей, из-за кризиса было много дешевой рабочей силы. Инвестиции хлынули в реальный сектор, потому что на финансовых рынках уже негде было получить прежнюю фантастическую доходность. В итоге в 99-м году российская экономика выросла на 6,4% максимум за все 90-е годы, а в 2000-м, в первый год путинского президентства, продолжение посткризисного восстановления и начала затяжного, почти десятилетнего цикла роста цен на нефть, увеличили ВВП России сразу на 10%. Путин хорошо усвоил уроки дефолта 1998 года. Алексей Кудрин, министр финансов первых двух сроков Путина, начал настойчиво продвигать идею накопления резервов, а концепция ускорения роста экономики за счет наращивания госдолга стала для чиновников всех путинских администраций чуть ли не полноценным табу. Впрочем, в нулевых годах нефть настолько подорожала, что даже технических потребностей в новых займах не было. По расчетам опытного нефтегазового аналитика, старшего научного сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Сергея Вакуленко, с 2000 по 2022 только нефтяная выручка приносила России в среднем около 300 миллиардов в год, если считать в долларах 2022 года. В среднем за ельцинский период нефть давала 77 миллиардов ежегодно, а в Горбачевский 113 миллиардов, но это уже не на одну Россию, а на весь Советский Союз. Но и сейчас, когда половина накопленных России госрезервов заморожена санкциями, а тратить на войну приходится много и регулярно, правительство очень аккуратно наращивает государственный долг, предпочитая решать бюджетные проблемы за счет увеличения налогового времени на экономику и граждан. Из кризиса 1998 года определенно последовали и политические выводы. Путин не мог не видеть, как трудно решать экономические вопросы, когда ты не можешь быстро проводить через Госдуму нужные тебе законы. Так что зачистка парламентской вольницы началась уже в первом его президентском сроке. Кроме того, дефолт отчетливо показал, что народ опасен для власти, когда он нищий и голодный. Если же люди сыты, а в магазинах полно товаров, то народу уже не до борьбы за свои политические права. И эти права можно понемногу отнимать. Свои уроки из августа 1998 вынесли и обычные люди. В 1999 году сразу после дефолта средняя зарплата в России едва превышала 60 долларов в месяц. С учетом долларовой инфляции это то же самое, если бы сейчас люди в среднем ежемесячно зарабатывали по 110 долларов. Но они зарабатывают почти в 10 раз больше. По последним данным Росстата, на май 2024 года средняя зарплата в России почти 86,5 тысяч рублей. Это около 1000 долларов по нынешнему курсу. Уровень безработицы в России в 1999 году превышал 12,5%, а в июне 2024 он всего 2,4%. Тот факт, что дефолт стал суровым испытанием для обычных людей, подтверждает и социология. 57% респондентов, опрошенных Левадо-центром в 2018 году, накануне 20-й годовщины дефолта, признали, что этот кризис так или иначе ухудшил материальное положение их семей. Грозит ли сегодняшней России повторение чего-то похожего на тот кризис? Скорее нет, чем да. Ну и уж точно предпосылок для нового дефолта, отказа России платить по своим займам, сейчас нет никаких. По данным Минфина, сегодня общий российский госдолг немного больше 300 миллиардов долларов по текущему курсу, из которых на внешнюю часть, номинированную не в рублях, приходится только 53 миллиарда. Гасить эти долги Россия может еще много лет, но даже если бы в теории потребовалось расплатиться со всеми кредиторами прямо завтра, а этого абсолютно точно не произойдет, то денег и на такое упражнение, опять же, в теории, у России хватит. По данным Банка России, общий объем золотовалютных резервов страны превышает 600 миллиардов долларов. Да, почти половина из этих денег заморожены западными санкциями и в обозримой перспективе Кремль ими распоряжаться не сможет. Но и оставшегося хватит, чтобы не волноваться об уровне госдолга. Сейчас России грозят кризисы иного рода. В первую очередь, сочетание высокой инфляции с быстрым торможением экономики. Но столь разрушительных последствий, как в 98-м, сегодня ждать не приходится даже в теории. Впрочем, верно и обратное. Потенциала для продолжительного и гармоничного роста в России теперь тоже нет. На одних военных заказах его построить никогда и ни у кого не получалось. А в условиях дефицита кадров, потери западных рынков и технологических санкций, затяжная стагнация экономики видится едва ли неблагополучным развитием событий. На сегодня у меня все. Это было «Наличное мнение». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова